Уже сюда приведена колодец. Техника в Сабуровке шумит не переставая. Недалеко от нового аэропорта рабочие строят и насосную станцию. 200 метров трубы прокладывают под землей. Отсюда вода из Волги пойдет в здания аэровокзала и соседние села. Это довольно-таки серьезная конструкция. Резервуары для чистой воды уже стоят, насосы готовы. Правда, увиденным глава региона остался недоволен. По его словам, специалисты отстали от графика. Вода нужна уже сейчас. Наказал работать и ночью. Для этого на площадку проведут свет. Графики. 1 сентября самолет летает. А куда без воды? Ни сюда, ни сюда. Поэтому все, что надо было сделать за 10 дней, делаем за 5. Все свои графики пересмотрите и представьте мне. Встречаюсь только по одной части. Мы там ждем вашего сигнала с кружкой. С чистой питьевой водой. В самом Гагарине трудятся в основном рабочие из Турции и Китая. Настраивают оборудование. В терминале появились стойки регистрации пассажиров и багажа. Таких объектов, которые возводят в чистом поле, в стране всего два. В Ростове и Саратовской области. Правда, на юге аэропорт в два раза больше. Ведутся работы по благоустройству при вокзальной площади. То есть уже частично первым слоем заасфальтированы площадки парковки. Всего в Саратовском аэропорту смогут регистрировать до полтысячи путешественников в час. В год это больше миллиона. Для нашего города этого достаточно, говорят специалисты. Динара Дусальева, Олег Буланов, Саратов, 24.